Продолжение следует... На ваших данных, если у вас не специфическая задача, одна из нескольких под нейронной сети, в общем, скорее всего, на ваших данных, где у вас данные, ваша выборка лезет в память, нормально помещается, и у вас смесь различных признаков, категориальных, количественных, бинарных. В общем, наиболее вероятно, что именно бустинг лучше всего сработает. Вот. Градиентный бустинг везде и всюду — это поиск Яндекса и Mail.ru. Ну, про Google не особо известно, но, скорее всего, и там градиентный бустинг или нейронной сети. То есть, собственно, два варианта. И вообще в индустрии градиентный бустинг используется везде и всюду, как для классификации, так и для регрессии и ранжирования. То есть алгоритм довольно-таки универсальный. Сейчас лекция будет примерно два часа без перерыва, и мы поговорим про основы бустинга, про то, с чего начиналось алгоритм AdaBoost, адаптивного бустинга. Перейдем, собственно, к градиентному бустингу. Обсудим главные библиотеки реализации бустинга. Это scikit-learn, xg-boost и совсем чуть-чуть cut-boost мы затронем. И вот в конце как раз поговорим, о что делать, когда у нас довольно много категориальных признаков, как их обрабатывать и какие основные трюки используются, вот в частности, в библиотеке CutBoost. Поехали. Ну, в общем-то, общая схема бустинга — это обучить, опять-таки, композицию деревьев. Вообще, чисто математически, эта модель получается та же, что и у случайного леса. Деревьев. В общем-то, бустинг — это мета-алгоритм, то есть базовым алгоритмом может быть и произвольный, в общем-то, любой другой алгоритм. Некоторые требования к нему есть, но, в общем-то, деревья решений оказались прекрасным базовым алгоритмом. Дерево обучается очень быстро, и его можно быстро переобучить под имеющуюся выборку. Это тоже бывает полезно. И в отличие от случайного леса, бустинг будет строить деревья не независимо, а целенаправленно, одно за другим. То есть вот общая схема бустинга будет такая. Конечный ансамбль алгоритмов — это будет взвешенная комбинация базовых алгоритмов. На каждом шаге мы будем оптимизировать некоторый функционал. Ну, в самом простом случае это просто пытаться число ошибок минимизировать. И для каждого дерева обученного на шаге t маленькая у нас будет дерево, вот b с индексом t маленькая. Мы будем его добавлять в композицию с каким-то весом. Альфа t. То есть у нас в итоге будет взвешенная композиция. И в идеале нам хотелось бы смотреть на число ошибок. То есть у нас на итерации t ответ алгоритма — это будет линейная комбинация ответов базовых алгоритмов. И мы это умножаем на метку объекта на обучающей выборке. И получаем тот самый отступ, о котором мы говорили, отступ классификации на объекте. И если он отрицательный, то это ошибка на объекте. И в идеале мы хотели бы именно это минимизировать. Но для упрощения самой задачи оптимизации эта функция пороговая будет заменяться на какую-то верхнюю оценку. И минимизировать мы будем именно ее. Мы про это говорили и когда обсуждали логистическую регрессию. Вот картинка такая. Если нарисовать по оси x отступ на объекте, то, в общем-то, если мы хотели бы оптимизировать именно число ошибок, то мы штрафовали бы модель на единицу за ошибку на объекте. И не штрафовали бы, если ошибки нет. И это здесь пороговая функция синяя. То есть нарисован график попросту единицы, когда аргумент отрицателен, и ноль, когда аргумент не отрицателен. Но вот такую функцию мы эффективно оптимизировать не сможем. И вместо этого, вот такой общий подход, это мы минимизируем какую-то верхнюю оценку. И вариантов очень много. Ну, в частности, зеленая функция — это та же, что и в логистической регрессии. Это logLoss. То есть дифференцируемая верхняя оценка для пороговой функции. И вот минимизируя, получается, logLoss, то есть верхнюю оценку для числа ошибок, мы будем надеяться, что и само число ошибок тоже падает. Но до этого догадались не сразу. Исторически один из первых алгоритмов — это AdaBoost. Адаптивный бустинг. Тут схема была следующая. Мы зададим каждому объекту свой вес. И вначале все веса будут у объектов одинаковые. Если у нас вот L прописное объектов в выборке, то на нулевом шаге все веса будут единичка на L. И дальше мы для t большого итераций, то есть у нас будет t большой деревьев, мы обучаем базовый алгоритм дерева решений, вот bt. И смотрим на ошибку алгоритма вот на шаге t. То есть вот пусть epsilon — это ошибка дерева на обучающей выборке. Дальше мы будем обновлять веса объектов. Мы посмотрим на вот такую функцию. Она будет монотонно зависеть от ошибки. Ну, есть некоторые теоретические предпосылки, почему вот вес дерева в композиции альфа t будет считаться вот именно по такой формуле, через логарифм вот такой функции от ошибки. Но идея такая, что чем меньше ошибка, тем больше будет вес дерева на данной итерации. То есть альфа t — это тот коэффициент, с которым прогнозы дерева будут входить в финальную композицию. То есть попросту, насколько дерево вот будет хорошо классицировать выборку на шаге t. И дальше, собственно, почему бустинг называется адаптивным? Потому что мы веса объектов будем менять в зависимости от того, как композиция ошибается на шаге t. То есть если у нас объекты простые для классификации, мы на них не ошибаемся, то вес объекта будет уменьшаться. Если, наоборот, мы на объекте ошиблись, то вес будем увеличивать. И в версии AdaBoost веса будут изменяться вот так экспоненциально. И тут мы в экспоненте как раз-таки узнаем отступ на объекте. То есть если простая задача бинарной классификации, метки плюс один и минус один, то у нас есть ответ композиции на шаге t, есть метка объекта y и t. Их произведение — это как раз будет тот самый отступ. Отступ на объекте. Если отступ положителен, то мы правильно классифицируем объект. Если отрицателен, то ошибаемся. И здесь еще под экспоненты входит как раз-таки альфа t, то есть попросту насколько хороша композиция вот на данном шаге t. И мы видим под экспонентой минус, и можно догадаться, что чем сильнее мы ошибаемся на объекте, тем сильнее мы будем увеличивать его вес. И наоборот, если отступ большой, положительный, то объект легкий для классификации, его вес мы будем уменьшать. И, в общем-то, разумно звучит то, что мы тем сильнее будем изменять веса объектов, чем лучше композиция работает на данном шаге. То есть вот за это отвечает здесь коэффициент альфа t. Ну и после такого пересчета весов мы веса будем нормировать на единицу, чтобы, на самом деле, для удобства. Ну и чтобы это можно было анализировать как функцию распределения на наших объектах выборки. И в конце мы возвращаем композицию из голосов всех деревьев с коэффициентами альфа t, с весами при каждом дереве. И, в общем-то, на предыдущей картинке это будет соответствовать оранжевой кривой. То есть мы штрафуем объект за ошибку экспоненциально. То есть вот здесь отступ. Если отступ большой и отрицательный, то вот мы очень сильно штрафуем объект за ошибку. Ну, в общем-то, довольно быстро можно придумать недостаток этого алгоритма. Если у нас есть выбросы в выборке, то мы на них будем все время ошибаться, и веса этих объектов будут расти, расти, расти. И в итоге алгоритм будет слишком уж чувствительным к выбросам. Вот. И дальше появилось, в общем-то, много модификаций бустинга, которые как-то с этим боролись. Ну, как обычно, да, когда выходит какой-то крутой алгоритм, сразу набрасывается очень много исследователей. И качественные, и не особо качественные статьи публикуют. Но их, в общем, появляется много. Изучаются разные аспекты предлагаемого алгоритма. Ну, вот в частности, Brown Boost, вот смотрите, у него функция потерь выглядит вот таким образом. Это какая-то лиловая или сиреневая кривая. Мы начинаем за ошибку на объекте штрафовать модель. Потом, где отступ, там, примерно минус единица, это максимум функции потерь. И если отступ отрицательный и по модулю уже больше единицы, то мы считаем, что мы слишком сильно ошибаемся на объекте, считаем его выбросом, и, видите, дальше сиреневая кривая загибается. То есть мы перестаем штрафовать модель за ошибку на выбросах. То есть просто, если объект уж слишком сложный, уж слишком плохой, мы считаем его выбросом и не штрафуем модель за ошибку на выбросах. Пример, иллюстрирующий работу AdaBoost. В общем-то, алгоритм требует в качестве базового классификатора очень простую модель. От нее требуется, чтобы она была слабым классификатором. То есть там своя терминология, потом и теория появилась довольно серьезно вокруг этого дела. Но попросту нужно, чтобы алгоритм был, так, по большому счету лучше, чем случайное голосование. То есть лучше монетки. Если доля верных ответов алгоритма, ожидаемая там на тесты выборки, хотя бы 50% там плюс эпсилон, какое-то малое, вот в задаче бинарной классификации, то это будет таким слабым алгоритмом. И вот с помощью бустинга можно уже строить композицию таких алгоритмов, и композиция будет уже неплохо работать. Но тут игрущий, например, довольно такой популярный, который как раз показывает, как у нас алгоритм может строить нелинейные разделяющие поверхности, когда базовые алгоритмы, в общем-то, очень простые. Вот такая простенькая задача классификации. Вот здесь слева у нас 6 красных шариков, 5 синих, 2 признака по осям, и бинарная классификация, то есть класс отмечен цветом. И мы будем строить вот такие деревья решений глубины 1. Ну, на английском их называют decision stamps, то есть stamp — это пенек. Ну, тот случай, да, когда перевод пенек решений — это уж совсем коряво. И по сути мы просто разделяем выборку по одному признаку. Сейчас один момент. Проверю, все ли нормально. Давайте кто-нибудь в чате отпишется, что все в порядке со звуком. Так, ну хорошо, продолжим. Итак, смотрите, мы берем просто дерево решений глубины 1. Это вот в данном случае будет отсечение такое по вертикали. И как-то такая простенькая разделяющая поверхность нам отделяет классы. И будем считать, что вот здесь вот на картинке по центру мы провели границу. И все, что слева, мы считаем первым классом, все, что справа — вторым. Ну, по большинству представителей класса 1 или минус 1 мы будем выдавать прогноз. То есть вот первая разделяющая граница скажет, что слева у нас красные шарики, справа — синие. И таким образом мы ошиблись вот на трех синих шариках слева от границы. Мы посчитали долю ошибок вот этой нашей самой первой модели. И соответствующим образом мы увеличили или уменьшили веса объектов. Вот по указанным выше формулам. Вообще очень полезно руками прямо разобрать, все посчитать, там ошибки модели на каждом шаге, веса вот эти альфа и убедиться в том, что вот именно это и будет происходить. То есть мы ошиблись на трех синих шариках вот этих и их вес увеличился. Изображать мы это будем увеличением просто размера шарика. На втором шаге мы работаем уже вот с такой выборкой, взвешенной. То есть у нас у каждого объекта есть свой вес. Но это и в начале было, просто в начале у каждого веса, у каждого объекта вес был одинаковый. Теперь картинка перестроилась, мы синие шарики вот эти уже больше учитываем. И допустим вторая граница построилась отсечением по тому же самому признаку, по первому. Но вот уже таким образом. Вот здесь пролегла граница. Тогда мы ошибаемся вот на четырех красных шариках. Картинка справа. И теперь их веса увеличились, а у тех объектов, которые правильно классицируются, уменьшились. И так далее. Вот допустим на третьем шаге разделение пошло по второму признаку. То есть мы по горизонтали отсекли наши объекты. И в конечном счете композиция будет вот такого вида. Прогнозы трех деревьев, в данном случае глубины 1, будут смешиваться с коэффициентами альфа 1, альфа 2, альфа 3. То есть с коэффициентами, которые зависят от ошибок модели на каждой итерации. Вот так условно мы нарисовали разделяющие поверхности этих трех базовых алгоритмов. Разделяющие поверхности очень простые. Но если смешать взвешенно ответы вот этих простых моделей, то мы получим уже хорошее вот такое нелинейное разделение выборки. Примеров, конечно, очень много и в литературе, и в видео, где вот AdaBoost рассматривается вот так вот прямо пошагово на игрушечных примерах. Советую вам тоже разобраться в этом, убедиться. В общем-то в современных вариантах бустинга все равно идея вот та же самая. То есть по сути вот такой игрушечный пример передает ключевую идею бустинга. Бустинг был изобретен в начале 80-х годов 20-го века, но популярным он стал где-то в конце 20-го века и в начале 21-го. В общем-то сначала обнаружили, что бустинг не переобучается. Вот получали такие кривые валидации на наборах данных ECI. Кривые валидации мы обсуждали. Это просто изображение ошибки модели на обучающей на отложенной выборке в зависимости от какого-то гиперпараметра в модели. Вот здесь гиперпараметр — это попросту число деревьев, но также точно его называют числом итераций. И вот такие, смотрите, получались кривые валидации. На обучающей выборке ошибка падает практически до нуля, очень быстро. И на отложенной выборке ошибка как-то асимпатически стремилась к какому-то значению. То есть попросту в начале не обнаруживали переобучение бустинга, и поэтому родилась гипотеза, что бустинг вообще не переобучается. Но сейчас мы знаем, что это не так, что если вот здесь по такой картинке, если бы мы подождали там еще 5000 итераций, то бустинг начал бы переобучаться. Но переобучение бустинга вот именно по итерациям, оно довольно легко контролируется. То есть когда кривая валидации на отложенной выборке вот так выходит на полочку, и ошибка не меняется там в течение какого-то числа итераций, скажем, 50, мы попросту прекращаем обучение. И после вот этих публикаций бустинг стал довольно активно изучаться, то есть пытались теоретически объяснить, почему он не переобучается. И, ну, где-то к началу 2000-х, к 2002-му, 2003-му году уже хорошая теория появилась у бустинга. Ну, действительно, при некоторых предположениях градиентный бустинг продолжает, что называется, раздвигать классы, то есть все более и более уверенно классифицировать выборку. Ну вот после публикации AdaBoost и очень большого варианта других бустингов, ну, додумались, что, в общем-то, это все вписывается в один общий фреймворк градиентного бустинга. То есть если вот вернуться к вот этой картинке, к тому, как мы штрафуем модель за ошибку, вот все-все-все вот эти верхние границы для ступеньки, которые мы нарисовали, можно оптимизировать в рамках одного подхода, ну, вот если только эта функция дифференцируемая. Схема градиентного бустинга будет выглядеть все очень похоже и на AdaBoost, и на то, что мы вначале смотрели, как общая схема любого бустинга. Допустим, у нас есть дифференцируемая функция потерь, вот это L. Ответ композиции здесь обозначен f от x, а y — это метки обучающей выборке. И дифференцируемая функция потерь, вот это L, это вот любая из тех, что мы рисовали выше. Алгоритм выглядит следующим образом. Мы как-то вначале будем выдавать константный прогноз, но лучше всего взять какую-то такую константу, чтобы ошибка минимизировалась. То есть, видите, здесь мы будем брать некое альфа, просто вектор константных значений, и эту альфу подберем так, чтобы ошибка была минимальна. И дальше по итерациям до t большого деревьев мы будем вычислять остатки предыдущей композиции. Что это значит? Мы будем смотреть, как композиция ошибалась на предыдущем шаге. И вот здесь как раз появятся градиенты. Вот если мы посмотрим на градиент нашей функции потерь, то смотрите, что будет происходить. Вот эти остатки предыдущей композиции или антиградиент, это как раз и есть то направление, куда надо двигаться, чтобы функцию потерь минимизировать. То есть тут вообще полная аналогия с градиентным спуском, но и недаром бустинг называется именно градиентным. То есть смотрите, у нас l, функция потерь наша, это функционал. Ну то есть функция от функции. l у нас зависит от функции f от x. f от x это прогнозы моделей. И мы считаем градиент нашей функции потерь именно по ответам моделей. То есть градиент это будет вектор наискорейшее возрастание функции l ну вот в пространстве всех функций f от x. И тогда если мы возьмем антиградиент этой функции, то это будет тот вектор, собственно, который будет показывать, как на данной итерации модель ошибается. И мы теперь будем обучать базовый алгоритм дерева решений не на исходные ответы на обучающие выборки, а вот как раз-таки на остатки с предыдущей композиции. То есть посчитав антиградиент, мы поняли, куда надо двигаться, и дальше дерево решений будет обучаться на тот вектор ошибок, чтобы как раз-таки улучшать композицию. Ну, дальше можно чуть хитрее найти вес, с которым добавлять очередное дерево в композицию. Можно решить просто одномерную задачу оптимизации. То есть у нас на шаге t был предыдущий прогноз всей композиции, вот f t-1. И мы с некоторым весом альфа добавляем прогнозы нового дерева. И сделаем это таким образом, чтобы здесь, опять-таки, как можно лучше уменьшить функцию потерь L. То есть константу альфа выберем просто так, чтобы минимизировать на текущем шаге вот таким жадным образом функцию потерь. И тогда дерево мы добавим с коэффициентом вот этим альфа t в композицию. То есть в целом схема очень похожа на градиентный спуск, но, по сути, мы как бы работаем в пространстве функций вот этих f от x. Ну, дальше можно придумать модификации, аналогичные с… как у градиентного спуска есть адаптация стахастический градиентный спуск. Также тут можно и предложить версию стахастического градиентного бустинга. Вот. Ну, то есть считать там, вот, например, суммы здесь. Везде, где у нас есть суммы по всей выборке, градиенты, или вот в задаче одномерной оптимизации, просто заменять на функцию по какой-то подвыборке, а не по всей выборке. Давайте разберемся, как выглядит самый-самый простой вариант градиентного бустинга для задачи регрессии. Потом перейдем к xgboost. Ну, вот в прошлой сессии курса домашним заданием было как раз-таки реализовать игрушечную версию градиентного бустинга. Ну, она игрушечная-то игрушечная, но на самом деле это ключ к пониманию алгоритма. Ну, как говорил фон Нейман, да, то, что мы действительно понимаем только то, что можем сами реализовать с нуля. Вот здесь мы этим и будем заниматься. То есть давайте посмотрим, как градиентный бустинг адаптируется под задачу регрессии. Ну, здесь мы самое простое посмотрим, как минимизировать MSE, средне-квадратичную ошибку. У нас будет обучающая выборка, размеченные пары x и t, y и t, функция потерь L. Ее также называют еще objective. И чтобы минимизировать ее, нам нужно уметь считать производные функции потерь. Видите, производные у нас по ответам. По ответам модели f от x. И еще гиперпараметры аргумента — это число итераций бустинга. Ну, мы сейчас посмотрим на градиентный бустинг для регрессии. И в качестве базового алгоритма будет из scikit-learn decision-3-регрессор. Из гиперпараметров дерева мы возьмем только максимальную глубину и, ну, random state чисто для воспроизводимости. В самой простой версии коэффициенты, с которыми деревья будут входить в композицию, они одинаковы. И это обозначение просто по аналогии с градиентным спуском learning rate. Чтобы минимизировать MSE, нам нужно знать ее градиент. Но тут в материалах, видите, тут не только MSE, тут и самые разные метрики. Но мы давайте сейчас посмотрим на MSE только. в векторном виде среднеквадротичная ошибка между вектором прогнозов Y и, так, между вектором меток Y и вектором прогнозов P. Это будет просто единица на число объектов выборки и скалярное произведение Y-P транспонированное на Y-P. Но в виде суммы это попросту просуммированное по всей выборке квадраты расхождения между метками и прогнозами. Но если посчитать градиент этой функции, то в общем-то смотрите, здесь все просто будет. Давайте я это прокомментирую. То есть как мы посчитаем градиент среднеквадратичной функции потерь. То есть MSE среднеквадротичная ошибка в векторном виде, значит, между вектором Y реальных меток и между вектором прогнозов P это не везде обозначения совпадают в статье можно и поменять. Раньше число объектов в выборке называл L прописное. Единица на L и скалярное произведение Y-P транспонированное на Y-P. Ну, продифференцировать можно и в таком виде. Давайте я более простой вариант покажу. Если мы все-таки это распишем через сумму, как мы найдем градиент MSE. Y-IT минус P-IT в квадрате и сумма от 1 до L. Но у нас здесь, смотрите, есть вектор ответов Y, это Y1 и так далее YL и то же самое с ответами. но мы будем предсказывать обозначения P, да, они больше подходят для задачи классификации, где предсказываются вероятности класса плюс в случае бинарной классификации. Ну, а здесь P это тоже просто будет ответ регрессора, ответ нашей модели. То же самое вектор P1 и так далее P L. Давайте посчитаем частную производную функции потерь по какому-то из параметров. Ну, не параметров, да, а по какому-то из ответов P и T. Ну, довольно легко увидеть, что здесь у нас сумма, где как раз Y пробегает по всем объектам в обучающей выборке и тогда давайте обозначение изменю P ЖТ. Тогда ответ P ЖТ здесь будет попадаться всего лишь один раз просто в слагаемом Y ЖТ минус P ЖТ в квадрате. То есть тогда производная будет очень простой. Ну, в общем-то от всех прочих слагаемых производная занулиться, останется только единица на L Y ЖТ минус P ЖТ в квадрате. Ну, и эта производная получается уже элементарная. 2 на L P ЖТ минус Y ЖТ. Градиент МСЕ это тогда вектор из всех частных производных. то есть это производная МСЕ частная по ответу на первом объекте и так далее. Производная по ответу на объекте с индексом L. И если все это сюда подставить, то получится 2 на L. Ну, и видите, в векторном виде можно просто все это переписать. Тут у нас везде индексы значит в векторном виде просто P минус Y. Давайте я подчеркну это вектора тут поставлю. И в самом начале тоже вектора. То есть градиент считается очень просто. Надо всего лишь взять с некоторым коэффициентом разницу между прогнозом и реальными метками. Ну, действительно, что может быть проще? То есть на каждом шаге мы будем смотреть попросту на расхождение между вектором ответов и вектором реальных меток класса. Ну, то есть вот здесь правильный ответ четвертый будет и вывод вот здесь я вкратце повторил 2 на число объектов P минус Y. лик. Тогда как мы алгоритм будем реализовывать? Ну, я тут сейчас без каких-то деталей я общую идею просто передам. То есть код комментировать не так уж интересно. Смотрите, мы реализуем класс градиентный бустинг. Он будет наследником scikit-learn base estimator. Мы хотим считать градиенты нашей функции функции потерь. То есть MSE среднеквадротичная ошибка. Саму реализацию мы возьмем из scikit-learn, а градиент вот мы здесь написали. В векторном виде 2 на число объектов и разница P минус Y. Ну, решей, ладно, это уж детали. И тогда мы будем инициализировать наш алгоритм зададим число деревьев n-estimators, темп обучения. Здесь это в простой версии это будет попросту коэффициент, с которым каждое дерево, прогнозы каждого дерева будут входить в композицию. У дерева можно настроить глубину. Ну, вот возьмем только ее из гиперпараметров. И вообще-то модель будет общая, но вот по умолчанию как раз-таки функция потерь будет MSE. Запомним все аргументы, которые пришли. И вот как раз-таки начальная цинализация, помните, о которой мы говорили, что нулевой шаг это просто выбрать лучший константный прогноз. В качестве константного прогноза мы возьмем попросту средний ответ. Но легко увидеть, что в случае MSE это как раз-таки будет лучшим константным прогнозом. То есть берем просто средний ответ таргета умножаем на вектор из всех единичек. Ну дальше нас здесь интересует вот этот момент. Если аргумент в конструкторе, аргумент loss в конструкторе MSE, то мы задаем objective, то есть функцию потерь среднеквадратичную ошибку из scikit-learn и градиент ее мы передаем нашу реализованную функцию MSE град. То есть попросту вот это. Два делить на число объектов, разница между прогнозами и ответами. Так, между прогнозами и реальными метками Y. И дальше мы будем хранить просто в списках сами деревья на каждой итерации и функцию потерь loss. Loss на каждой итерации тоже интересно за этим следить. Ну просто на самом деле необходимо за этим следить, чтобы увидеть, что алгоритм действительно обучается, то есть функция потерь падает. Метод fit. Мы, смотрите, мы вначале сделаем вот эту первичную инициализацию, то есть здесь на нулевом шаге вектор B это будет вектор из средних значений целевого признака. И уже здесь итеративно вот у нас T бегает от нуля до числа итераций, там вот минус один. Мы будем смотреть на остатки модели. Вот как раз эти residuals остатки это не что иное, как минус градиент нашей функции потерь. И вспоминаем здесь для MSE градиент это была разница между ответами и реальными значениями, но значит со знаком минус это будет наоборот. Разница между реальными значениями и ответами. И дальше мы будем дерево регрессор обучать вот именно на вот эти остатки. То есть если мы знаем как мы ошибаемся мы обучаем дерево так чтобы эти ошибки исправлять. вот и тогда B это будет вектор из ответов дерева на данной итерации. Мы обученное дерево добавим список и в прогноз мы добавим с коэффициентом вот попросту вот этот learning rate константа шаг градиентного бустинга мы добавим попросту видите здесь плюс равно то есть мы добавляем с этим коэффициентом прогноз дерево и посчитали функцию потерь objective на данной итерации. То есть prediction это здесь у нас прогнозы на обучающей выборке. В методе predict мы возьмем и ну что нам нужно для прогноза? Мы обучили все деревья тогда нам нужно теперь по числу всех этих деревьев пробежаться и взять ну то же самое надо не пропустить важный шаг нулевой то есть мы инициализируем прогноз на тесты выборки средними значениями целевого признака на обучающий то есть точно так же как это делалось в обучающей выборке и дальше пробегаемся по всем деревьям и с коэффициентом learning rate добавляем прогнозы дерева вот уже обученного на тестовой выборке то есть смотрите вот здесь self trees это список со всеми обученными деревьями мы берем нужное на шаге делаем прогноз для тестовой выборки и с коэффициентом вот этим learning rate добавляем его в финальный прогноз ну и все по большому счету на игрушечном примере можно это посмотреть небольшая задача регрессии совсем небольшая и можно убедиться что здесь модель будет делать что нужно то есть мы будем инициализировать вот нашу реализацию градиентом бустинга возьмем там 200 итераций функция потерь MSE как раз глубина дерева будет 3 обучаем ее и вот получаем в итоге в конце вот такой прогноз ну видим что он неплох также видим что на границах здесь будет как-то плохо то есть дальше если брать аргумент вот по оси X смотреть значение больше 7 и меньше чем минус единица то там дальше просто пойдет константный горизонтальный прогноз и это вообще минус в целом деревьев решений они вот так вот явно не умеют экстраполировать то есть то есть хороший прогноз делают в том диапазоне значений которые попадаются у нас в обучающей выборке но с этим можно бороться если добавлять хорошие признаки в модель вот ну и мы видим что бустинг здесь сработал примерно как одно дерево то есть видите как ступенька и он эту зависимость приблизил можно посмотреть и на вот эти остатки на каждой итерации и как дерево их приближает то есть вот как как ошибалась наша модель и как дерево решений вот глубины 3 приблизило эту зависимость ну и так можно это посмотреть по каждой итерации поанализировать если увеличивать число деревьев то можно посмотреть в динамике как прогноз композиции улучшается ну вот одно дерево тут вообще плохо справилось 2, 3 и так далее видим прогноз улучшается и начиная с какого-то момента уже ситуация собственно и не будет улучшаться алгоритм сойдется куда надо ну и при отладке важно смотреть что чтобы функция потерь падала по всем итерациям то есть вот мы видим красивую картинку MSE у нас падает по итерациям градиентного бустинга и дальше видите вот этот фреймворк он довольно-таки общий то есть алгоритм может работать с произвольной дифференцируемой функцией потерь но вообще здесь реализованы и log loss и другие варианты функции потерь для регрессии давайте я вернусь в начало то есть чтобы нам решать задачу классификации и минимизировать log loss нам нужно для него производно посчитать ну и то же самое можно делать и для более таких специфичных функций потерь в задаче регрессии например среднеквадратичная логарифмическая функция потерь rmsle для классификации ну как правило вариант по умолчанию это log loss если обозначение 0 или 1 то log loss выглядит вот таким образом но тут главное да не путаться когда у нас обозначение плюс 1 и минус 1 или когда они 0 или 1 но обычно в коде у нас все-таки в бинарной классификации метки 0 или 1 вот здесь удобнее сразу и функцию log loss задать вот в таком виде то есть чтобы log loss минимизировать нам нужно правильно посчитать производную функцию log loss если это сделать аккуратно то мы получим тоже простое векторное выражение вот и тогда можем минимизировать и log loss все что изменится это здесь нам надо посчитать заново gradient log loss вот здесь мы его реализовали и в общем-то базовый алгоритм мы будем использовать тот же самый регрессор но только в конце поскольку на выходе значения вещественные будут мы к ним будем применять сигмоид преобразования чтобы в случае регрессии на выходе дать вот эти оценки принадлежат к классам и в общем-то в классификации что поменяется это если на вход аргумент loss пришел log loss то мы меняем objective на log loss и gradient на соответствующую реализацию по большому счету все только в конце еще если это log loss то вот мы как раз видите вернем не то же самое что в регрессии а с сигмоид преобразованием и то же самое здесь в методе predict проба мы тоже для тестовой выборки вернем не просто прогнозы а с сигмоид преобразованием советую в такой игрушечной реализации бустинга тоже хорошо разобраться то есть ну вообще да это ключ к пониманию самого алгоритма и приятно разобраться в игрушечном примере и знать что где-нибудь в яндексе поиск там тот же matrix.net это ну по большому счету усложненная да нагроможденная конструкция но вот сам принцип вот именно такой ну пойдем дальше а что такого особенного придумали в xgboost в реализации extreme gradient boosting но тут хочется да немного отвлечься поговорить про xgboost и вообще про про задачи в машинном обучении ну интересная ситуация такая что пока все внимание приковано ну не все да основное внимание приковано к нейронным сетям ну и три лидирующих научных института в мире это торонто вашингтон и монреаль там в общем-то ну почти все новшества диплёнинг приходят вот оттуда из этих трех университетов из исследовательских групп бенжио салахуддинова ликуна и прочих ну и хинтона конечно так вот пока мир в общем-то больше сосредоточен на диплёнинге реализацию xgboost в общем-то осуществил один простой парниш я немного утрирую но в общем-то зародилась сама библиотека на платформе кегл в соревнованиях кегл и в принципе теоретически там мало чего-то нового то есть это все тот же градиентный бустинг который был известен ну как минимум с 90-х годов но действительно очень много хороших инженерных решений и сама сама реализация хорошая и придуманы хорошие эвристики то есть в ваши задачи скорее всего если у вас не задача там анализа изображений звуков или там огромных коллекций текстов вам скорее всего не будут нужны нейронки а вам нужен будет ну какой-то там в кавычках классический алгоритм и из них лучший это градиентный бустинг нельзя нет нельзя сказать лучший конечно же но скорее всего в вашей задаче сработает именно градиентный бустинг ну и первым так стабильно хорошо работать на разных задачах стал именно xgboost опять же да вот конкретные ваши задачи надо пробовать все все невозможно попробовать но какие-то основные классы алгоритмов надо все-таки протестировать вдруг они сработают ну хороший пример это тот самый mnist классификация рукописных изображений и вот в том наборе данных который в scikit-learn встроен там метод ближайших соседей очень здорово работает даже метод одного ближайшего соседа там работает ну прямо очень здорово лучше как раз таки деревьев бустинга и там простых нейронок плохо настроенных но если у вас не вот одна из таких трех специфических задач под которые подходят нейронные сети а у вас ну в общем-то такие обычные данные с признаками различного рода то скорее всего вам нужно посмотреть на бустинг в xgboost добавили эвристику деревья еще регуляризуют по ходу то есть целевая функция в xgboost вот этот самый objective она состоит из двух составляющих функция потерь просумеренная по всей выборке да вот это лосс и регуляризатор регуляризатор в xgboost он выглядит следующим образом в нем две составляющих t большое это здесь в этих обозначениях это число листьев и мы штрафуем модель за число листьев то есть коэффициент гамма умножается на число листьев и на этом мы будем штрафовать но плюс еще как и в самой первой реализации как и в adaboost у каждого объекта есть свой вес и мы будем штрафовать модель вот ведь по l2 норме вот мы узнаем ту же самую l2 регуляризацию но мы штрафуем за сумму весов в листьях то есть вообще это очень похоже на ограничение по минимальному числу объектов в листе вот как в самом обычном дереве решений min samples leaf параметр значит требуем чтобы минимальное число объектов в листе было вот таким-то и это будет ограничением дерева по сути такого же рода на глубину но здесь мы имеем у каждого объекта еще свой вес и в каждом листе с квадратами эти веса суммируем и это будет второе слагаемое в регуляризации градиентного бустинга и вообще тот нечастый случай когда это прекрасно расписано в документации то есть я очень советую вот эту хотя бы одну страничку прочитать в документации градиентного бустинга а какую именно ссылка общая давайте я потрачу пару минут найду все-таки именно эту статью там описывается именно теоретически что вот нового в градиентном бустинге так сюда же попал сейчас видел и другую версию вот это введение в boosted trees то есть в ну по сути в градиентном бустинг здесь хорошо с картинками вот таким образом да прямо таки с анимацией там даже местами ладно не с анимацией просто с хорошо нарисованными картинками объясняется вот как раз таки вот это эвристика как модель регуляризуется то есть в в xg boost каждое дерево еще будет штрафоваться регуляризоваться и не факт что оно будет построено до той максимальной глубины которую мы обозначили гиперпараметром вот в этот вывод мы сейчас вникать не будем но я очень советую почитать разобраться он очень красивый очень элегантный основная идея здесь будет в том что критерий качества разбиения он будет немного другой это не как в обычных деревьях мы смотрели на джинни или энтропию неопределенность джинни или прирост информации энтропийный здесь вот этот вот эта эвристика она своя то есть на какой критерий смотреть при каждом разбиении в дереве и вот как раз этот вывод как как получается именно такой критерий я опускаю но в него вот вот эта формула этого критерия в него входит производная наша функция потерь и и вторая ее производная и как-то мы дело тоже регуляризуем тут еще еще один аргумент гиперпараметр лямбда в модели но в общем-то основная идея основная идея вот она мы точно так же будем смотреть на изменение вот этого вот этой эвристики но сейчас она у нас задается чуть более сложной формулой чем джинни там или энтропия но по сути это то же самое то есть функционал в левой части плюс функционал в правой части минус то что было то есть при каждом разбиении мы смотрим на вот это изменение и ключевой момент что сюда входит слагаемая минус гамма гамма это тот самый штраф за число листьев в композиции и эта гамма после вот довольно интересного вывода она вылезла попросту в формулу для прироста вот этого качества на которое мы смотрим при разбиении каждое дерево ну качество может не стоит называть чтобы не путать с качеством модели но вот этот коэффициент гамма видите в лес по сути в определении хорошего разбиения и теперь вот собственно ключевой момент это если вот этот прирост вот первое слагаемое большое изменение вот этого функционала если оно недостаточно хорошее не больше чем гамма то мы просто разбиение не делаем то есть мы видите опять будем перебирать признаки будем смотреть на то насколько хорош признак по приросту вот только уже там не энтропийного критерия а вот специфичного для их же буст и вот если этот прирост недостаточно хорош не больше гамма то есть мы по сути дереву не даем произвести еще одно разбиение и вот таким образом регуляризуем на ходу то есть это приводит к тому что в отличие от случайного леса мы будем деревья ну по сути подрезать на ходу то есть если вспомнить деревьев решений то там продвинутый метод регуляризации это уже после того как мы все дерево построили давайте я здесь порисую прокомментирую этот момент если мы строим самое простое дерево решений есть варианты его ограничить так вот довольно топорно что мы в основном мы делали по максимальной глубине по минимальному числу объектов в листьях либо можно дерево построить до максимальной глубины и потом возвращаться его подрезать ну допустим какое-то такое дерево построилось и прунинг то есть отсечение веток деревьев довольно понятная идея вот правда работать это будет довольно таки долго в сравнении с простыми евристиками идея такая давайте зададим вопрос а нужно ли нам вот это последнее разбиение и чтобы на него ответить на этот вопрос мы попросту сравним дерево с этим последним разбиением и без него и мы проведем кросс валидацию и сравним два дерева с этим разбиением без него например мы увидим что без этого разбиения лучше вот мы его выкинем пойдем выше и вот так постепенно там на кросс валидации мы будем выкидывать какие-то вершины в дереве и в конечном счете вернемся к какому-то финальному усеченному такому дереву предложен алгоритм как это делать эффективно как кросс валидацию прогонять там один раз а не вот очень много примерно сколько у нас листьев но тем не менее процедура довольно дорогостоящая а видите в градиентном бустинге по сути деревья решений отсекаются уже на этапе построения то есть вот на новой итерации мы сделали какое-то разбиение и вот перед тем как сделать следующее вот допустим вот я сейчас здесь нахожусь и вопрос делать ли дальше разбиение и считается изменение вот этого критерия того самого ну давайте я его тут аж назову вот этот в а ну там аж извините он пересеклось ладно f я его назову просто критерий насколько хорошее разбиение будет как оно у нас было там h g в квадрате да на h плюс l то есть тут с квадратом будут входить первые производные функции ошибки и без квадрата вторые вот и мы посмотрим на критерий значение вот этого критерия в левой части в правой посмотрим на изменения вот тот самый gain прирост одна вторая значение критерия в левой части в правой минус то что было в начале до разбиения и минус гамма штраф за число листьев в финальной модели и вот посчитали получили что меньше гамма это прирост ну и здесь получили вот этот gain отрицательный и разбиение попросту тогда не делаем то есть вот это нам не нужно следующий шаг и таким образом деревья будут подсекаться регуляризоваться по мере построения и уже на практике это означает то что бустингу ну вообще-то и любому градиентному бустингу деревья нужны менее глубокие чем лесу но и в частности для xgboost это позволяет сократить время построения деревьев ну и еще вот эти регуляризаторы это да по сути все тоже эвристики но аргумент тут такой just works то есть на практике действительно получается что эти эвристики работают и долгое время xgboost был по сути лучшей реализацией градиентного бустинга ну потом microsoft конечно увидел да что нужна хорошая реализация градиентного бустинга выпустил light gbm ну по качеству работают так в общем-то сообщество сошлось на том что примерно одинаково ну да light gbm правда работает ну существенно быстрее там в зависимости от задачи там от 3 до 10 раз может быть улучшение по скорости примеры если посмотреть на задачу регрессии одномерной вот у нас были такие примеры ну вот подобная картинка как и раньше вот одно дерево построенное которое моделирует вот зависимость заложенную в наши данные вот ансамбль из деревьев деревьев решений для регрессии ну видим что он даже глазом видно что он намного лучше зависимость приближает и по среднеквадратичной ошибке мы тоже это дело видим в случае задачи классификации вот допустим ada boost в scikit-learn он реализован в SQL-learn ensembles ada boost классифайер и на встроенном наборе данных с UCI мы видим одно дерево решение выдает долю верных ответов 71 процент ada boost 79 ну то есть тут улучшение обычно примерно как и в сравнении одного одного дерева с лесом случайным тут дальше код я комментировать не буду просто примеры применения XGBoost на разных задачах настройка вот допустим здесь мы берем настраиваем глубину дерева то есть можем пользоваться тем же самым grid search CV для настройки гиперпараметров это сейчас мы еще обсудим как как бустинг правильно настраивать и довольно удобно строить кривые валидации то есть вот здесь примерчик с набором данных вот на картинках рукописных мы сделали отложенную выборку взяли XGBoost вот этот XGB Classifier и мы его обучаем на 70% данных и смотрим качество на отложенной выборке на оставшихся там 30% и вот как раз реализация критерия ранней остановки если на 10 итерациях ошибка не уменьшилась мы обучение прекращаем evalmetric аргумент это мы это та ошибка на которую мы смотрим в данном случае многоклассовая ошибка ну то есть самая простая ошибка классификации но в многоклассном случае и вот так это по умолчанию и выводится можно увидеть как ошибка падает но можно нарисовать картинку то есть мы по итерациям ошибка у нас падает и в какой-то момент выходит примерно так на полочку и мы обучение прекращаем это довольно мощная такая эвристика и она очень часто применяется давайте я поговорю тут про плюсы и минусы градиентного бустинга мы это подробно обсуждали и для случайного леса но давайте кое-что повторим плюсы минусы но плюсы в общем-то все те же самые что и у деревьев то есть это не особо-то чувствительный алгоритм к нашим данным к препроцессингу то есть масштабирование выбросы ну так скажем что бустинг окей для него это не такая большая проблема как для линейных или метрических методов ну в общем-то даже чисто на практике просто можно это сказать что одним словом назвать качество классификации регрессии оно высокое это большой плюс тут если сравнивать со случайным лесом надо сказать что в зависимости от задачи все-таки бустинг и лес они работают примерно одинаково то есть и плюс вот уже именно в сравнении со случайным лесом это будет ну попросту то что он быстрее леса быстрее случайного леса он обучается ему нужны просто более мелкие деревья и он ест меньше памяти меньше памяти чем в случае случайного леса но ведь я обсуждаю не конкретную реализацию там а-ля x-boost а в целом бустинг вот сейчас ну довольно недавно появилась хорошая реализация для работы с категориальными признаками и там хорошие эвристики тоже используется вот но это конкретно кат-буст но еще в h2o тоже очень-очень много способов работать с категориальными признаками я с ними не так знаком но тоже можно посмотреть ну и в целом конечно же такой индустриальный плюс это есть хорошие реализации но это плюс не в сравнении там со случайным лесом у него тоже есть хорошие реализации плюс у компаний свои реализации это и в яндексе и в мейле и конечно же это в гугле там свои реализации но например в сравнении с какой-нибудь моделью там по сону скайрегрессии ну например я там смотрел питонские реализации там понял что в продакшенах нельзя тащить вот а тот же самый и кжи буст или лайт жи бем вполне можно и в продакшене использовать минусы ну пожалуй ключевой минус то что нужна настройка гиперпараметров и в частности если мы взяли какой-то модели накинули там в 10 раз больше данных но по хорошему надо параметры и там все гиперпараметры настраиваются заново если случайный лес довольно-таки устойчив к изменениям гиперпараметров то есть попросту хорошо работает из коробки то с бустингом это далеко не всегда именно так ну в катбуст правда говорят что их бустинг хорошо работает и из коробки но тут нужно время чтобы сообщество проверило это в том числе и в соревнованиях по анализу данных пока у катбуст все-таки вычислительная сложность высоковато то есть по производительности он уступает и к же бустам и тем более light gbm так что пожалуй главный минус это да настройка гиперпараметров и но еще не минус а тоже ограничение о котором просто нужно знать это ну то же самое да когда признаков очень много качество качество будет низкое ну напишу что много больше чем 10 в пятой степени примерно так ну качество очень сильно падает и опять таки это не минус самого бустинга а именно деревьев решений то есть тут ситуация в которой нужно использовать уже линейные модели либо там в зависимости от задачи нейронные сети и еще да я конечно вспомнил еще один плюс перенесемся опять в плюсы это адаптация под разные задачи то есть ну ладно не буду пытаться впихнуть это и классификация и регрессия и ранжирование то есть для ранжирования в общем-то тоже можно придумать дифференцируемую функцию потерь и градиентным бустингом ее оптимизировать для простого ранжирования можно на самом деле даже использовать классификатор выдавать предсказанную вероятность класса плюс и по ней ранжировать то есть вот как строятся скоринговые карты для там задачи кредитного скоринга как и логистическая регрессия они строятся так и бустингом можно это делать ну в частности в индустрии очень много где бустинг используется для рекомендаций выдавая просто вероятность какого-то события скажем клика или там покупки и дальше тогда объекты ранжируются вот по этой предсказанной вероятности дальше здесь я прикладываю довольно-таки много действительно очень много тетрадок по бустингу это сейчас обзорно я по некоторым из них пройдусь на некоторых буду останавливаться сравнение xgboost с реализацией градиентом бустинга scikit-learn то есть какие есть общие параметры какие параметры отличаются ну это попросту из документации перевод на русский в xgboost да действительно очень много гиперпараметров мы сейчас их подробно обсуждать не будем остановимся на главных вот но здесь про них пишется и в частности еще сравнивается время работы алгоритмов scikit-learn ская реализация и xgboost там с распараллеливанием ну получаем да что здесь на данных это кажется UCI даже на синтетических данных но здесь мы видим действительно ускорение в сравнении с scikit-learn ской реализацией и получаем также ускорение при распараллеливании по процессу по ядрам у xgboost есть scikit-learn ская обертка и своя оригинальная питоновская обертка но в scikit-learn оно очень просто то есть это такой же точно scikit-learn ский объект но давайте это посмотрим чуть подробнее знакомый нам набор данных telecom-charn значит справа целевой признак отток клиентов и мы совершаем минимальную предобработку штаты мы просто занумеруем лейбл-энкодером и потом поговорим конечно что можно делать это умнее в конце сегодняшней лекции мы поговорим как работать с категориальными признаками и в том числе с бустингом минимальную предобработку сделали поделили в соотношении 7 к 3 отложенную выборку оставили и начальные параметры мы зададим вот такие objective то есть функция потерь для классификации log loss называется она здесь binary logistic глубина дерева 3 максимальная шаг градиентного спуска вот единица здесь но это мы взяли довольно большой обычно нужно намного меньше 50 деревьев будет ну и мы его заткнули чтобы он там по итерациям ничего нам не печатал лишнего и дальше в принципе просто from xgboost import xgb classifier да вот в самом начале это делалось питонской оберткой вот xgboost xgb classifier передаем вот эти параметры обучаем и методом predict но здесь мы по умолчанию получаем как раз таки предсказанные вероятности то есть для бустинга сразу выдается вероятности если их по какому-то порогу отсечь то можно посмотреть на долю верных ответов и там на f1 метрику например но сейчас нас тут цифры не очень интересуют я просто продемонстрировал scikit-learn интерфейс бустинга оригинальный питоновский интерфейс вот этой библиотеки он немного другой то есть тут xgboost работает с своим входным форматом данных он очень похож на либо с VM и очень похож он также на разряженной матрице но вот для xgboost это специфический объект D-матрикс то есть ну что будет отличаться вот первая часть абсолютно та же вот здесь мы обернем еще NumPy матрицы в объекты D-матрикс вот эти из xgboost xgboost D-матрикс принимает как раз таки NumPy матрицы самой выборки и разметки вектор ответов таким образом создали два объекта инициализация параметров в общем-то та же самая и мы методом train будем модель обучать xgboost train передаем параметры вот тот самый словарь объект вот этот D-матрикс обучающий выборку и число итераций здесь можно добавить еще watchlist то есть смотреть на изменение качества на какой-то отложенной выборки то есть мы можем добавить вот таким синтаксом мы скажем что мы хотим смотреть на ошибку на трейне и на тесте на валидации и вот так вот он тоже печатает это все по ходу можно глазами смотреть можно картинки строить вот мы видим что нам интереснее на отложенной выборке мы видим что ошибка падает ну в конце она также точно где-то уже в какой-то момент она устаканивается и прогноз для теста выборки мы получаем примерно то же самое так же точно как и в случайном лесе в бустинге можно оценивать важность признаков просто потому как тот или иной признак участвовал в решении задачи как он использовался деревьями но там эвристики немного другие они немного отличаются от того что в деревьях но я тут покажу в общем только картинки дальше можно разобраться как как устроены там вот fscore это тоже своя эвристика оценка качество вот это важность признаков в xg boost то есть это совсем не то же самое что fscore в классификации метрика качества это немного другое но в общем это работает это примерно так же как и в случае случайного леса основная идея что мы можем просто запоминать как наш наша эвристика вот типа неопределенности джини или там энтропии или в xg boost она своя вот как это значение этой функции как оно падало при разбиении по каждому признаку запоминаем это и таким образом мы можем выделить те признаки по которым вот этот критерий уменьшался ну там лучше всего эффективнее всего и постепенно к настройке xg boost ну и в первую очередь какие все-таки у него ключевые параметры построим кривые валидации сначала для какого-то фиксированного набора параметров вот пока даже возьмем глубину дерева 1 log loss опять возьмем и как-то начальное приближение кривые валидации в scikit-learn строятся с помощью специального метода ну вот картинка будет вот такая то есть мы выбрали гиперпараметры дерева и тут по числу итераций показывается качество на обучающей выборке и на кросс-валидации в случае бустинга часто это называют все-таки кривыми обучения то есть тут такая происходит путаница терминов но мы вообще-то мы кривыми обучения называли именно то как качество модели зависит от объема обучающей выборки но тем не менее если увидите кривые обучения для бустинга имейте ввиду что часто под этим могут называть именно кривые валидации по числу деревьев но здесь на кросс-валидации получаем 75% но это глубина дерева всего лишь один то есть это бустинг вот тех самых пеньков решений как можно модель улучшать если модель слишком простая и у нас происходит недообучение это вот этот случай ну что мы можем сделать если мы видим что качество недостаточно высокое то есть мы можем признаки добавлять придумывать их можем как-то нашу модель усложнять можем уменьшать регуляризацию но в случае к же буст как раз-таки сложность модели это основной параметр максимальная глубина деревьев также точно мы можем уменьшать значение параметра min-child-weight это вот как раз тот самый аналог минимального числа объектов в листе дальше мы можем уменьшать попросту регуляризацию регуляризация в xgboost это вот этот гамма штраф за число деревьев и прочие параметры регуляризации лямбда и альфа ну вот мы из них видели альфа это вот тот самый штраф за веса в листьях можно для начала на самом деле вручную параметры поизменять то есть вот мы увеличили глубину деревьев добавили там еще подвыборки по объектам и по признакам давайте сейчас сначала все-таки вот это обсудим что если модель недообучена как мы ее как мы увеличиваем сложность модели общий подход это как-то отобрать признаки или добавить там больше объектов в выборку либо увеличить регуляризацию увеличить сложность модели но в случае xgboost это мы можем соответственно увеличить глубину деревьев увеличить вот это значение гиперпараметра мин-чайлд-вейт либо дальше изменять соответствующим образом регуляризацию то есть если если модель переобучена то мы sorry может быть я сейчас немного вас запутал значит если модель переобучена мы снижаем разброс вариантов то есть мы уменьшаем сложность модели и получается это достигается либо уменьшением параметров которые за эту сложность модели отвечают глубина деревьев или мин-чайлд-вейт вот это либо мы добавляем регуляризацию также еще хорошие гиперпараметры это какую мы берем под выборку по объектам и по признакам в xgboost это называется subsample и call sample by 3 subsample это по объектам то есть это ну по сути тоже что в bootstrap делается то есть мы обучать бустинг будем не на всей выборке а скажем на 70% и то же самое аналог гиперпараметра вот это max features это call sample by 3 это на какое максимальное число признаков смотреть при построении каждого дерева хорошо если для начала вот вручную просто мы изменили параметры убедились да что ну при глубине дерева 2 уже намного лучше кривые вот на обучающей выборке мы видим довольно таки быстро ну может в данном случае не очень быстро но достигают почти абсолютного качества в 100% и на кроссовлидации мы повысили до 86% то есть тут на целый 10% то есть можно вручную параметры менять смотреть вот подобные картинки ну вообще в целом давайте я порисую опишу процедуру настройки гиперпараметров бустинга сейчас мы посмотрим как это с hyperopt делается с библиотекой но вообще самый простой способ который хорошо работает и в соревнованиях Kaggle это настроить гиперпараметры в две итерации то есть вот прямо даже мы можем взять scikit-learn гиперпараметры на первом шаге мы настраиваем гиперпараметры модели которые отвечают за ее сложность то есть это максимальная глубина деревьев ну вот в обозначениях xgboost максимальное число признаков на которые мы смотрим call sample by 3 sub sample и все регуляризаторы они у нас тоже все отвечают за сложность модели гамма альфа лямбда ну не значит что надо настраивать прямо обязательно все но вот эти параметры у нас отвечают за сложность модели и видите здесь мы не берем шаг градиентного спуска вот этот темп обучения в контексте градиентного бустинга его чаще называют темп обучения собственно число деревьев и темп обучения мы настроим потом на второй итерации вот здесь мы это все дело настраиваем на кросс валидации можно даже банально grid search взять cv grid search cv лучше взять randomized search cv то есть попросту задать пространство гиперпараметров и просто в нем случайные какие-то комбинации перебирать ну и hyperopt библиотека тоже делает очень похожие вещи оттуда можно взять тоже просто случайный поиск но есть разные более умные алгоритмы которые на самом деле не сильно-то лучше случайный поиск и работают ну то есть на практике когда и параметров мы захотим много перебирать и данных у нас довольно много мы скорее всего остановимся на варианте случайного поиска вот этот randomized search cv хорошо и когда мы параметры настроили да и тут я не подчеркнул важную вещь что здесь мы можем взять деревьев не так-то и много мы можем настраивать например нашу модель n-estimators мы возьмем какой-то малый ну например 20-30 это относительно немного и получается мы просто сложность модели настроим при малом числе деревьев и потом второй шаг это настроить число деревьев и темп обучения здесь довольно-таки общее свойство и довольно общее утверждение что чем меньше темп обучения и чем больше итераций мы совершим тем лучше будет результат то есть это на самом деле больше аспект решения задачи оптимизации здесь довольно часто и хорошо работающая практика это зафиксировать learning rate просто на каком-то малом уровне ну немного поиграться посмотреть сколько мы вообще готовы ждать но взять по возможности малое значение например одна сотая или может быть еще меньше там три тысячных и дальше здесь мы не перебираем число деревьев а попросту запускаем градиентный бустинг вот с таким темпом обучения малым и включаем критерии ранней остановки то есть на обучение у нас все время падать будет ошибка на валидации будет падать 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 ну и потом вот где-то здесь мы уже остановимся вот здесь сработает критерий ранней остановки вот примерно это и делается в следующей тетрадке про тюнинг параметров здесь он делается с библиотекой Hyperopt и задачка берется уже не самая игрушечная ну опять-таки это она далека от бизнеса но тем не менее это уже такая типичная учебная задачка на кегле сейчас даже не будем вникать в суть этой задачи я просто покажу настройку гиперпараметров при желании можно эту тетрадку изучить посмотреть какая задача решалась ну там тип один из семи типов лесного покрова предсказывался по разным признакам географическим геодезическим и так далее тут немного построение признаков довольно-таки базово вот но здесь приятно что уже библиотека Hyperopt работает и с третьим питоном код особо я не буду комментировать но идея очень простая мы задаем пространство параметров для перебора вот мы возьмем в начале попросту 100 итераций бустинга learning rate вот темп обучения мы будем брать случайно равномерно от 5 промилле до 5 процентов максимальная глубина от 3 до 14 и вот прочие параметры которые отвечают у нас за сложность сложность модели ну пожалуй даже да на этом шаге learning rate я сюда зря включил не совсем согласуется с тем что я только что объяснял да здесь можно просто зафиксировать какое-то малое значение subsample от половины выборки до единицы мы будем брать регуляризатор гамма максимальное число признаков там от 40 процентов до единицы в общем вот так мы задаем пространство для перебора гиперпараметров а решаем мы задачу многоклассовой классификации так что у нас метрика на которую мы смотрим это попросту ошибка и тут у нас 7 классов и распараллелим на 4 процесса функция скор которая будет считаться в хайпер опте это просто мы возьмем обучающую выборку отложено и вот с этими параметры которые которые пришли мы xgbus обучим выглядеть это будет вот таким образом то есть мы поделили выборку выделили отложенную и метод optimize из hyperopt будет перебирать различные сочетания параметров вот можно это рисовать можно куда-то там не знаю в словарь писать вот попросту случайные сочетания параметров перебираются и мы смотрим на качество в конечном счете мы остановимся на каких-то лучших значениях параметров вот потом к этим лучшим значениям параметров которые отвечают за сложность модели мы добавим опять же наши общие параметры что решается задача классификации на 7 классов и дальше попросту мы будем обучать большое число деревьев в данном случае 500 и включим критерий ранней остановки ну в данном случае можно было даже и продолжать то есть можно посмотреть что лучшее число итераций получилось как раз примерно 500 и дальше делаем прогноз для теста выборки вот с теми же параметрами примерно ну на кегл получается результат вот вот такой вот то есть можно все это проверить на самом деле здесь он примерно сравним со случайным лесом в некоторых задачах проще поставить случайный лес обучаться там тысячи деревьев независимо и может быть не захочется бустинг настраивать но в некоторых приложениях нам все-таки случайный лес будет дорого обходиться все-таки он обучает очень глубокие деревья и это будет затратно и по времени и по памяти еще немного про обучение про оценку качества xgboost все с тем же набором данных по оттоку клиентов можно смотреть на различные метрики то есть это для классификации и регрессии rmse значит средняя абсолютная ошибка log loss для классификации простая ошибка это в случае классификации на два или несколько классов rock-auc конечно же есть и вот для ранжирования тоже свои метрики метрики качества ранжирования min average precision очень популярная и ndcg и можно просто вот эту метрику например log loss добавить в словарь параметры и аргумент евал метрик и смотреть тогда как она изменяется на трене и на тесте можно даже параллельно на несколько метрик смотреть вот как здесь на аук и на log loss мы смотрим можно можно даже задавать свою метрику качества и вообще дальше если подробно изучать xgboost то там можно реализовать и свою функцию потерь это тоже может быть обосновано но это не только для xgboost это и для lgbm справедливый и для cutboost хорошо про это рассказывают ребята из специализации которая недавно вышла advanced machine learning и вот таким образом когда мы boosting обучили вот после xgb train вот мы мы указали параметры модели выборку число итераций boosting watchlist это на каких данных мы будем смотреть ошибку на трене и на тесте можем задать вот здесь свою функцию на которую смотреть eval и тогда в словарь запишутся результаты аук log loss и вот наша метрика попросту доля ошибок мисклассификации ну пример попросту что конечно доля ошибок она и так есть но попросту как мы ее сами реализовали то есть это тоже возможно ну и ранняя остановка уже показывали в конечном счете можно результаты кросс валидации вывести вот в виде там pandas datframe довольно удобно на это смотреть и картинки строить и просто там если понадобится глазами анализировать в случае несбалансированных выборок еще есть аргумент в xboost именно который отвечает за соотношение классов min positive positive weight сейчас сейчас я вспомню как он называется scale positive weight типа того сейчас сейчас увидим у нас тут сгенерированные данные искусственные мы их делим и просто обучаем модель получаем некоторую матрицу ошибок можем посмотреть на точность и на полноту допустим у нас задача такая что нас больше интересуют ошибки того или иного рода но в том же самом оттоке клиентов нам интереснее смотреть на полноту то есть как много плохих клиентов мы нашли мы можем с этим играться мы можем вручную просто перебалансировать нашу выборку добавить скажем просто положительных объектов в 5 раз больше чем отрицательных это можно вручную сделать можно весами задать то есть попросту что у положительных объектов вес будет в 5 раз больше чем у отрицательных и передать это как аргумент weight прямо в обучающую выборку для xgboost ну вообще я пробегаю наскоро конечно но эта тема очень важная как работать с несбалансированной выборкой разные там техники бывают вот эта техника в данном случае oversampling то есть мы редких объектов в данном случае положительных берем в 5 раз больше чем отрицательных в xgboost в xgboost scale positive weight аргумент как раз таки за это и отвечает ну сразу пример не с синтетическими данными а с нашим оттоком клиентов вот мы как-то обучили xgboost с параметрами там которые вручную подобрали получаем матрицу ошибок вот смотрим у нас доля верных ответов 95% точность 90% полнота 76% но нам возможно интереснее смотреть на полноту то есть если мы хотим повышать именно полноту вот мы можем это задать с помощью аргумента scale positive weight вот он как раз отвечает именно за это за относительный вес положительного объекта в сравнении с отрицательным и тогда изменив этот параметр мы можем полноту повысить вот в данном случае до 80% мы пожертвуем конечно же точностью в данном случае доля верных ответов изменилась не особо то сильно но она и не особо чувствительна f1 мера даже просела среднегармоническая между точностью и полнотой но это именно если нам интереснее настраивать было тут именно полноту скорее всего это именно так то есть мы ищем плохих клиентов и вот в случае xgboost мы можем это делать попросту с помощью одного гиперпараметра так ну и наконец категориальные признаки здесь мы рассмотрим довольно тоже известный набор данных еще и bank его особенность в том что тут много категориальных признаков целевой признак что-то насколько я помню согласится ли клиент подписать договор в банке договор на кредит если по телефону он это подтвердил вот и тут есть ну мы сейчас особо в данные вникать не будем но есть несколько количественных признаков и довольно много категориальных то есть вот род занятости семейное положение образование видим большое число категориальных признаков 4,5 тысячи объектов примерно и вот конкретно 9 из них признаков со строковыми значениями ну там есть в частности бинарные есть категориальные где категории уже много ну что как мы вообще будем с такой задачей работать да в случае с site.learn мы вообще текстовые признаки подать на вход не сможем базовым алгоритмом ну и xgboost тоже да то есть мы должны какое-то преобразование применить чтобы обработать эти категориальные признаки но в качестве бейзлайна можно посмотреть просто что если мы модель обучим вообще без категориальных признаков здесь мы их выкинули вот таким образом смотрим на качество на кросс валидации и на отложенной выборке то есть мы выборку поделили с помощью train test split так ну сейчас чуть форматирование поправлю выборку поделили будем проводить кросс валидацию по 70% процентам данных и еще смотреть на качество на отложенной выборке чтобы сейчас не возиться с гиперпараметрами мы возьмем случайный лес вот получаем такой бейзлайн средний рокаук на кросс валидации получился в 80% на отложенной выборке в 82,5 но можно запомнить одну цифру примерно в 80% это такой бейзлайн что делать с категориальными признаками ну самое такое простое тупое это взять лейбл энкодер и численно значит перекодировать значения в числа мы неоднократно обсуждали что это не здорово но зачастую это как раз следующий шаг после каких-то бейзлайнов ну посмотреть а что будет хотя бы при такой обработке то есть мы понимаем что здесь в деревьях критерии проверяемые да вот в таком случае они будут уже не особо осмысленными типа код города меньше там 17 но в принципе видим что тут некоторые вот эти категориальные признаки они были бинарные для них это неплохо работает и качество повышается ну тут запомним что так на отложенной выборке почти до 85% но вот то что делают по умолчанию это one-hot encoding или бинаризация категориальных признаков то есть для каждого признака исходного и для каждого уникального значения мы создаем новый бинарный признак таким образом мы получили 51 новый признак среди них там будут бинарные и еще качество чуть-чуть повысилось на кроссоведации 855 дальше одна из таких техник работы с признаками которые зачастую хорошо работают это попарное взаимодействие признаков строить то есть у нас допустим есть признак вот этот job род занятости есть признак семейное положение и мы будем брать различные сочетания которые в обучающей выборке попадаются рода занятости и семейного положения в данном случае мы просто в тупую циклом построим попарное взаимодействие признаков вообще да на практике это довольно неплохо работает и ну чаще когда мы строим много таких попарных взаимодействий то признак пространство разрастается и мы уже будем использовать линейные модели но тут ссылочку я дал бывший топ-1 на кегле он как-то в каком-то соревновании даже брал не попарные взаимодействия а вот эти 7-way interaction то есть взаимодействие признаков вплоть до до 7 вот таких категориальных признаков ну вот получаем такую картинку если добавили вот эти interactions то у нас ну вот как раз видите вот эти сочетания пошли статус семейный вот допустим с образованием и здесь мы просто такой конкатенацией эти строки склеили через нижнее подчеркивание теперь если здесь применить бинаризацию или one-hot encoding уже вместе с попарными взаимодействиями но мы получим многовато 800 с лишним признаков и вот здесь случайно лес уже просядет то есть на кроссоволидации 76 ну и на отложенной выборке примерно так же тут тот самый случай когда многовато признаков уже и лес в них начинает теряться но здесь когда признаков много да можно использовать линейные модели если посмотреть на логистическую регрессию то с ней все в порядке на кроссоволидации на отложенной выборке вот уже в районе там 87 88 урока одна из продвинутых техник работы с категориальными признаками это кодирование средним значением целевого признака вот это мин target кодирования тут я даю ссылочку на специализацию advanced machine learning конкретный курс кеглеров там Михаил Трофимов Александр Гущин Дмитрий Алтухов Дмитрий Ульянов да конечно вот и в общем собрались довольно серьезные ребята очень подробно рассказывают конкретно про эту технику рассказывает Дмитрий Хилтхов несколько видео прямо посвящены тактикам вот этим кодирования средним ну также известна лекция про решение соревнований с Станиславом Семеновым также он про эту технику рассказывает и эта же техника реализована в CutBoost что мы будем делать давайте я тут немножко еще порисую ну идея довольно простая давайте как-то занесем информацию из целевого признака в наши исходные признаки допустим у нас есть город признак город и здесь опять же тот же пример я возьму с Москвой Питером и Екатеринбургом и у нас есть конечно же вектор ответов простой случай бинарная классификация 0 1 0 1 и так далее хороший клиент или плохой мы возьмем отдельно все те строки где город Москва посчитаем для них среднее значение целевого признака то есть создадим вот такой словарик для Москвы у нас доля получается плохих клиентов скажем 0 31 для Питера чуть побольше предположим для Екатеринбурга скажем где-то посередине это мы просто вот обычным группой в пандасе мы можем посчитать вот такую штуку и тогда мы заменим наш признак город на среднее значение целевого признака по соответствующему категориальному то есть вот в пандасе это чисто map мы передаем этот словарь и Москву мы меняем на 0 31 Питер на 0 41 и так далее и это уже числовой признак с которым мы можем дальше работать так ну тут тот же вектор ответов y и новый признак у нас получился ну назовем его city min target засада конечно есть и она в том что так очень легко переобучиться то есть мы задействуем информацию из вектор ответов и конечно таким образом ну прямо очень легко переобучиться есть способы как бороться с переобучением в таком случае но самое простое это вот эти средние значения считать на кросс валидации то есть вот этот словарь мы составляем не просто по обучающей выборке а в процессе кросс валидации давайте посмотрим идею я перескажу ну дальше конкретную реализацию в коде можно будет поизучать поделили выборку функция у нас min target encoding мы считаем сначала среднее значение по всей обучающей выборке и потом мы идем и на кросс валидации мы будем считать вот этот словарь средних значений мы считать его будем только на какой-то части данных ну предположим если пятикратная кросс валидация то смотрите мы будем считать вот с помощью group by считать среднее значение таргета по каждому категориальному признаку и делать это будем только на 80% данных и дальше применять это преобразование мы будем для оставшихся 20% данных то есть мы зададим признак категориальный call это в данном случае название категориального признака плюс вот min target то есть новый признак это мы попросту возьмем и к категориальному признаку в отложенной выборке вот в этих 20% мы применим вот это преобразование с помощью map мы передаем словарь то есть вот как раз меняем все строки на соответствующие значения среднего таргета в общем-то основная идея здесь в том что мы для вот этих 20% данных смотрите мы используем не ответы на этих же 20% данных а ответы на других 80% данных в нашей выборке и это помогает немного уже побороться с переобучением вот дальше мы из исходной обучающей выборки тогда категориальные признаки вот опять же исходные мы выкинем и сделаем такое же точно преобразование уже для нашей отложенной выборки то есть в начале была кроссфолидация и мы строили вот такие новые признаки для обучающей выборки теперь мы их посчитали уже на всей обучающей выборке и получается посчитали для отложенной выборки вот этот новые признаки с кодированием средним и это уже в общем-то хорошо работает для случайного леса мы получаем повышение качества то есть примерно до 88 рок-аук на отложенной выборке но если вернуться посмотреть что было с со случайным лесом ну вот в случае бинарного кодирования простого one-hot encoding мы получали хуже качества можно также совместить две процедуры которые мы обсудили это и кодирование в среднем и попарные взаимодействия но в данном случае для случайного леса это не помогло повысить качество в случае линейной модели логистической регрессии качество уже неплохо повышается тут почти до 19% но вот в библиотеке catboost как раз таки помимо прочих идей реализована техника кодирования средним она немного другая значит в документации можно разобраться как она устроена там задается порядок на объектах и считается среднее значение категориального признака для всех объектов которые в порядке меньше текущего это далеко не единственная идея которая в catboost реализована но это в рамках такой вводной лекции мы обсудили только вот идею кодирования средним но еще в catboost есть более фундаментальная теоретическая идея сам градиент считать вот подобным образом на кроссвалидации то есть переобучение происходит потому что мы градиент считаем по той же обучающей выборке на которой собственно и обучаемся вот давайте похожим образом в манере out of fault на кроссвалидации вычислять градиент вот это описано в теоретической статье про catboost но и на практике хороший собственно boost дает кодирование категориальных признаков в среднем но в итоге по скорости пока сложно конечно тягаться с xgboost и lgbm но качество действительно из коробки получается неплохим особенно когда у нас есть категориальные признаки и в данном случае вот мы импортируем catboost классифайер из catboost делим нашу выборку запоминаем индексы признаков со строковыми значениями и вот здесь на кросс валидации мы получаем 91% аук и на отложенной выборке ну уже почти там 92 то есть видите даже без настройки гиперпараметров сделали это мы вот таким образом мы передали обучающую выборку ответы и через аргументом catfeatures мы указали индексы как раз таки категориальных признаков но кросс валидацию я вручную сделал я на самом деле банально не сообразил как совместить вот этот аргумент метода fit с кросс валидацией там с каким-то методом crossval score наверное это и можно сделать ну ладно здесь я кросс валидацию провел вручную и мы в общем-то увидели что из коробки catboost действительно хорошо сработал вот в этой задаче где у нас немало категориальных признаков но я здесь сравнивал случайный лес для полноты картины можно было и бустинг еще там потюнить посравнивать но видите по крайней мере catboost здесь из коробки бьет случайный лес причем для случайного леса мы как-то вручную выдумывали там представление строили признаки а в catboost мы просто передали индексы категориальных признаков ну вот на этом мы заканчиваем смотрите материалов как видите довольно таки много хороший источник это конечно же кегл в очень большом числе соревнований можно сразу зайти и увидеть кернел с описанием того как применить xgboost в данной задаче какие там признаки придумать и ну желающий конечно да советую подробнее изучить catboost возможно даже и научную статью прочитать про catboost то есть за счет чего все-таки такие получаются выигрыши в случае категориальных признаков в домашнем задании xgboost предлагается применить вот на тоже довольно известной выборке сейчас давайте чуть-чуть подождем kegel in class откроется ну или не будем ждать ладно все-таки идея понятна да там просто взять надо алгоритм применить для данных там где прогнозируются задержки вылетов самолетов вот попробуйте там разные техники разные модели побить там надо два бейзлайна из трех и времени там до 14 числа до вторника на этом все и мы наш курс заканчиваем серию этих видео лекций спасибо что были с нами счастливо всем удачи 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 удачи